У меня отец вообще был футболистом, он играл в сборной СССР, вот, я не знаю, по-моему, один матч он сыграл, я точно не помню, но он играл тоже хорошо в футбол, потом у него травма была, вот, и в то время, как бы, операции не так уж развиты было, из-за этого он пришелся ему закончить. Потом отец меня, а сначала моего брата отдал футбол в школу Чигатая, там был тренер Евгений Николаевич Казаков, вот, мой брат походил чуть-чуть, потом он перестал ходить, в итоге отец меня отдал футбол в Чигатай, вот, мы там тренировались, мне это понравилось, мне интересно было, постоянно отец водил меня на тренировки, у нас игры были, Кубок города, вот, постоянно участвовали, играли, тренировались, там, как бы, мне близко было, вот, я каждый день ходил на тренировку, ну, оттуда я начинал, как бы, футбол, свой путь. И, конечно, когда, вот, ты маленький, у тебя мечта, вот, у нас, у меня была мечта, похожим быть, как Роналду Зубастик, вот, тогда он самый популярный был, мы постоянно смотрели по телевизору, вот, он для меня был, как бы, кумир номер один, я всегда, вот, хотел, вот, как Роналду играть. Вот, все, потом я тихо-тихо взрослел, потом я попал в школу, интернатор Вор, республиканское училище Олимпийских резерв, отец меня туда отдал, когда я перешел в республиканское училище, мечта была попасть в высшую лигу, конечно, все мечтали попасть, ну, кто, вот, в Ташкенте тренировался, игра, все мечтали попасть в пахта-кур, у меня тоже такая мечта была, потом, так получилось, мы играли в училище в Труора, и потом была сборная, юношеская, тогда тренировал, дальше-таки Нуралиев, вот, у меня, помню, сборную взял тогда, вот, Италия Денисов был, Сергей Асванов, Санжар Турсунов, многие футболисты, с Адре Динамбе, тоже вместе начинают, вот, и мы играли, вот, сборные постоянно ездили, он, ты, что-таки, нас постоянно собирал, вот, мы ездили, белые ночи турнир в Петербург, Санкт-Петербург, постоянно выезжали, каждый год минимум у нас две-три поездки было, вот, для нас, вот, на самом деле, это очень такой опыт, потому что с детства мы выезжали, мы смотрели города, страны, как бы, для нас это интересно было, я думаю, это тоже какая-то, какой-то плюс был, чтобы идти дальше, вот, потом у нас была вторая лига, мы играли, вот, дальше-таки Пахтакор, вот, как бы, мы играли во второй лиге, вот, потом меня пригласили в дубль Пахтакора, тогда главным тренером был Таджмурат Агамуратов, а в дубле тренировал это Рауф Инилеев, тогда у меня пригласили в дубль, вот, я в дубле тоже начал играть, так, тогда у меня мечта была попасть в основной состав, дебютировать, вот, моя мечта сбылась, да, вот, как бы, я хотел этого, у меня, вот, первый матч был дебют с Агдианой, тогда у нас в команде играли много таких футболистов, Марджиал Касымов, Бахтой Ракашурматов, Леонид Кошелев, такие мастера были, для меня это эталон был, вот, тогда я дебютировал, первый матч свой, я помню, и забил гол, для меня это самый такой запоминающий момент, потому что, вот, до сих пор я помню, первый матч в высшей лиге, это очень приятно было. И потом часто начал выходить, Таджмурат Агамуратов меня постоянно доверял мне, верил в меня, главное, подпускал меня постоянно 15 минут, то 20 минут, то потом тайм выходил, и в итоге я так начал по тайму, вроде в основе выходить, и так продолжалось, потом сборную вызвали, в тот момент я, как сказать, был такой востребованным, играл во всех сборных, не помню, сколько у меня лет было, во всех было, юношеская, олимпийская, молодежная, национальная, вот. И после этого, вот, вызывали сборную, помню, играл в сборной тоже, потом так получилось, я поехал в Самару, в Крылья Совет, тогда Клицков еще в команде у нас был, Саня, вот. Нас отправили, у нас агент был, итальянец, вот. У нас сначала мы поехали в Интер на просмотр, два месяца там были, тренировались, тогда там звезды, вот, кордоба, веер играли, мы, как бы, с дублем, вот, молодежные команды тренировались, они в основе, как бы, рядышком тренировались, мы рядом постоянно, когда мы заканчивали тренировку, мы постоянно смотрели, как они тренируются. Для нас это было просто звездой. И вот прошло два месяца, так получилось, надо было возвращаться. Санек уехал в Ташкент, а я поехал на просмотр в Крылья Советов, они в Германии были. Вот, прошел сбор, вроде понравилось, все, как я играю, позиция моя. Вот, они меня остали, я подписал контракт, и все, моя жизнь началась в России. Вот, скрыли Советов, потом я перешел в Рубин, потом Спартак Нальчик, Алани, Ак-Тубе, Локомотив и снова Пахтакурия. Ну, в России, так таково, у меня первые года, вот, в Крылья Советов, у меня особо так, я еще молодой был, я в дубле постоянно играл, вот, как-то такой прогрессии не было, я, может, не понимал, я молодой был, не знал, как вам сказать, более непрофессионально, может, относился, у меня, вот, были тогда, в голове вот эти, детский деды, ребенок, да, у я еще был, я не понимал, вот, ответственности. Вот, а потом, когда, вот, я в Рубин перешел, в Рубине вроде начал играть, и так получилось, меня в дубль перевели, ну, короче, у меня не сложилось в Рубине, когда Курбан Бикеевич мне сказал, либо вот такую умную фразу, я думаю, это дало мне толчок вперед, двигаться дальше, ну, в другой команде. Он мне тогда сказал, либо ты закончишь с футболом, либо ты возьмешься за ум, вот, и вот эти слова я запомнил, мне пришлось взяться за ум, вот. Потом я вот поехал на сборы «Спартак-Нальчик», у меня с адаптацией вообще проблем не было, если честно, я такой человек, со всеми могу найти общий язык, вот. Спокойно влился в коллектив, прошел просмотр, меня остали, я подписал контракт, и «Спартак-Нальчики» у меня было, как сказать, много времени игрового. Вот, я там играл, хоть и в дубле, потом в основу. Ну, там тоже сложная ситуация была, постоянно команда находилась в зоне вылета, вот, мы постоянно боролись за выживание. Ну, это, я думаю, придало вот много сил, потому что мы постоянно выходили на игру заряженными, то, что надо выиграть, вот. Я там постоянно играл. И начал потихоньку-потихоньку вот этот опыт набираться, опыта, потому что там такие футболисты играли, я помню, Коллер, там Коряка, у кого только не было, все, короче, звезды. Вот, и тихо-тихо к «Спартак-Нальчике» так получилось. У меня я там два с половиной, два года я сыграл. Так получилось, предложение поступило с Алани, тогда Владимир Шевчук был тренер. Они в первой лиге были, как раз боролись, чтобы высшую лигу идти. Пригласили меня в Аланию. Я не отказался, я согласился, я перешел в Аланию. Вот, и там у меня началась такая, как вам сказать, в первой лиге такая чисто игровая жизнь футбольная. С эмоциями, вот, постоянно играл, постоянно забивал. Вот, так, я раскрылся, если честно сказать, как футболист. Вот, оттуда у меня вот все пошло с Алани. Начал забивать, в лиге Европы мы играли. Как раз в Актюбинском играли тоже. Дома 0-0, там 1-1 вышли дальше. Потом с Бешикташем у нас игра была. Выграем мы Бешикташ. Там тренер проиграли, дома 2-0 выиграли. Так могли выйти в групповую стадию. Лига Европы. Вот, ну, я скажу, если честно, в Алании у меня такие два с половиной года и такие яркие прошли. Только эмоции мы вышли. Вышли в премьер-лигу. Тогда с первой лиги мы в премьер-лигу вышли. Вот, участвовали в финале Кубка России. Правда, проиграли ЦСКА 2-1. Но в Кубке Финале я играл. Вот, ну, я так скажу, довольно-таки такая... Такой два с половиной года таких хороших было в Алании. И так получилось, когда мы вышли в высшую лигу. Начали набирать иностранных футболистов. Я же тоже как бы иностранец был. И мне сказали, извини, нам не по пути, ищи команду, ты свободен. После этого я поехал в Актюбинск. А кто бы. Там как раз был... Перешел в этот момент Тимур Капазы, Александр Генрих. Вот. И я сказал, давайте я тоже к вам. Так получилось, короче, все сошлось. Я перешел в Актюбинск. Все, мы начали турнир. Все нормально, все хорошо. Первый год мы заняли третье место. На следующий год у нас была задача выиграть чемпионство. Мы этого добились. Но в этом сезоне я получил травму в 2013 году. Очень серьезную травму получил. Ладно, не будем отраны. Это прошлое. Самое главное, я после этой травмы вылечился. Слава Богу, встал на ноги. Вот. Травма, если честно, дала много переосмыслить жизни. Много дала понять, что я делаю. Может быть, неправильно. Вот. В каком-то мере оно мне помогло, да? Вот. Когда я получил травму, все, я, в принципе, никому не нужен был. Тогда я приехал в Ташкент. Отдыхал. Я думал, еще, ну, сколько, еще год я отдыхал. Тогда поступило предложение от Локомотива. Я им до сих пор говорю спасибо. То, что если не Локомотив, я не знаю, где бы я сейчас оказался. В каком состоянии. Что бы я делал. Играла бы я в футбол или нет. Потому что они мне просто протянули руку помощи. Сказали, давай, переходи к нам, Локомотив. Будешь у нас реабилитируется, восстанавливаться. Они в меня поверили. И тогда, когда я никому не нужен был. Вот. И прошло время. Я, как бы, оклемался. У меня после этого в то время еще одна операция была. Ну, там, это небольшая такая. Ну, это, ладно, в прошлом. И тихо-тихо я начинал, я понимал, то, что мне надо набирать форму. А мне только 27 лет тогда было. Вот. Мне надо набирать форму. Тогда Абрамов тренер был. Он постоянно уверил в меня, он постоянно следил за мной. Говорил, тренируйся, давай, ты должен играть. Кубок первый раз мы выиграли. Тогда я помню голевую передачу отдал. Вот. Моя первая игра за Локомотив. И после этого я почувствовал то, что я могу после травмы. Не только я. Любой человек. Поставить себе задачу, цель. То, что он может, он обязательно. С такой ситуацией выйдет. Вот. Я в себя поверил. Родные в меня поверили. Постоянно поддерживали. Мама, отец, бабушка моя. Мои дети, жена. Постоянно верили в меня. Поддерживали. Если бы не они, я, наверное, тоже бы не знал, где я был. Вот. Они постоянно меня верили. Гнали меня вперед. И после этого у меня почекунка начиналось получаться, получаться. Там забил, здесь забил, там вышел. И, короче, как вам сказать, 2016 год такой продуктивный получился. А 2017 год это уже фурор раскрылся парень. Я в составе «Локомотива» был трижды чемпион подряд. Дважды обладатель кубка. Еще, по-моему, один суперкубок. Для меня важно было это продолжать. Я не скажу, что «Локомотив» сейчас ставит, как бы, такие цели. Мне не нужно чемпионство или не нужно, там, кубок. У них самые высокие задачи. Я знаю то, что у «Пахтакора» тоже самые высокие задачи. Вот. Почему я перешел в «Пахтакор»? Первое, потому что я здесь начинал. На самом деле я здесь начинал, я здесь учился. Я отсюда вышел. Отсюда я и пошел дальше. Во-вторых, мой отец. Он хотел, чтобы я перешел в «Пахтакор». Вот, друзья, много фанатов «Пахтакора». Вот, так что... Вот так звезды сошлись. Я не понимал, честно. Я, как вам сказать, это так быстро пролетело. Я даже не помню, как это было. Тогда не забил, раз, все забыли, ушло. Я как-то... Вот я сейчас понимаю, да? Я переживаю, например. Когда я подошел к пенальти, я... Как вам сказать? Да, я был уверен, что я забью. Я подошел, поставил мяч. Но, знаете, вот чуть-чуть такое, знаете, процент может... 0,1% сидел в подсознании, да? Вот массовых информаций писали. Вот, 2003 год он не забил. В охрену. Вот доля сидела в голове все равно. Понимаете? Вот это, может быть, помешало мне. Когда я подошел, поставил... Я вот подробность полностью скажу вам. Поставил. Я вообще... Наверное, сейчас многие вратарьи будут все заметку писать. Я обычно у меня вот... Я ставлю на мяча, да? У меня вот этот угол. Я постоянно туда бью. Но иногда меняю, да? Когда я поставил... В этот момент... У меня все вылицало с головы. У меня реально трясло. Я в какой-то момент... Даже ни в какой, ну просто... Все. Не получилось. Я думал... Я бью свой угол. Не важно. Забью, не забью. Просто свой угол. Точно, как я умею. В принципе, я пробил нормально. Ну, вратарь... Я не знаю. Заранее уже туда кинул. Это жизнь, что... Надо продолжать дальше идти. Да, это все забудется. Зато будет что вспомнить. У меня есть футбольная мечта. Хочу сына вырасти. Чтобы он... Был хотя бы чуть-чуть лучше меня. Чтобы он тоже достиг. Я к этому хочу. Чтобы... Тоже вырос таким футболистом. Хорошим. Чтобы стране помогал. Вот. Моя мечта одна из таких. Он еще маленький. Пока ничего не понимает. Но очень любит футбол. Я надеюсь тоже... То, что... Из него выйдет хороший футболист. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!